Первые мешки наполнились менее чем за час. Это лишь часть команды волонтеров серебряного возраста. Всего в район Высокого Берега вышли порядка 50 участников движения в городе-курорте. Все пришли, потому что мы очень активные. Мы хотим, чтобы наш город был чистым. В любом деле хотим принять участие, потому что мы позитивные. У нас активная жизненная позиция. И вообще мы просто любим наш город. Мы хотим, чтобы здесь было хорошо. Таблички во дворе 4-го дома по улице Чехова, напечатанные и написанные от руки, решили покрасить все, что только можно. Зоны ответственности распределили по подъездам. Все, что находится напротив и сами входные группы. Сергей Горьковенко живет здесь с 1985 года. Момент сдачи дома. В субботниках принимает участие не всегда, но обязательно, если есть возможность. Жизнь – это ж такое дело. Зашел, глаз радуется, душа радуется, культура. Как иначе. Вы же у себя дома там тоже убираете, белите все. Так и здесь. Это территория общественного самоуправления номер 25. Похожая картина возле всех 10 домов, которые в него входят. Материалы выписали в управляющей компании в счет платы за содержание домов, так как рабочая сила своя, из сметы исчезает едва ли не самая затратная часть. В итоге за те же деньги объем выполненных работ больше раза в два эту мысль стараются донести, в том числе до молодежи. Я им объясняю, вы понимаете, что сейчас вокруг все не колхозное, а наше с вами. Если квартира там моя, и земля вот здесь тоже моя, и я ее должна содержать. Это уже далеко не первый субботник. Чисто там, где прошлась хозяйская рука. А это один из своеобразных медвежьих углов. Кто-то заботливо сложил строительные отходы прямо в мешках. Возможно, предвидел, что весной сюда придет команда добровольцев. В рамках месячника по благоустройству, который объявил губернатор и по поручению главы Юрьевича Полякова, сегодня с общественностью организовали такой субботник. Наводим чистоту. То есть наш любимый город, наш дом, где мы должны всегда жить в хорошей, комфортной среде, должен выглядеть красиво. И перед началом курортного сезона мы должны навести в своем доме порядок, чтобы было чисто, чтобы гости, которые к нам приедут, да и нам самим приятно было здесь находиться. В целом настроение у всех позитивное. Ольга Бопова возглавляет Анапское отделение опоры России, Общероссийского объединения предпринимателей. Готова агитировать коллег за то, чтобы возле каждого объекта была хотя бы одна урна. Продвигать идею на общественном совете при главе города. Это нужно сделать, чтобы хотя бы одна урна была возле каждого магазина. Я только за. Я тоже за это. То есть сама иногда ищу куда выбросить какую-то там бумажку, если ребенок съел шоколадку и хожу с ней. И несу в машину, чтобы потом уже где-то там дома выбросить, потому что не хватает, да. Вместе с тем важно, чтобы возможности совпадали с желанием донести мусор до урны или контейнера, а не сбросить по пути. По словам Евгения Азизова, информацию о самых проблемных точках, таких как эта, доведут до главы. Чистота и порядок должны стать системой, а добровольцы обязательно придумают, чем бы еще полезным заняться. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.